Морган Лайф Морган Лайф Добрый день! Вы смотрите информативную программу «Бесконечные новости». Меня зовут Анастасия Попатько. Чтобы не пропускать новые выпуски шоу, следите за нами ВКонтакте и на Ютубе. И вот главные новости этого выпуска. Сегодня гость нашей передачи, ведущий новостей Первого канала, практикующий психолог Сергей Тугушев. Мирослава пообщалась с гостем. Смотрим! Всем привет! Это программа «Бесконечные новости». С вами я, ведущая Мирослава. Сегодня у нас в гостях ведущий Первого канала Сергей Владимирович. Здравствуйте! Здравствуйте! О чем вы мечтали в детстве? Мирослав, смотри, ну меня можешь просто называть Сергей, да? Собственно, как бы мы с тобой коллеги, поэтому давай на «ты» общаться. Это мне так более комфортно, если я буду чувствовать. Смотри, я точно не мечтал быть телеведущим. Точно не мечтал. И больше того, я хочу сказать, что я абсолютно был таким школьником непубличным. То есть, мне всегда было страшно поднимать руки, отвечать. Я старался где-то спрятаться на последней партии. Оценки у меня не очень были. Ну вот, как бы в начальных, в средних классах у меня были прям очень плохие оценки. Двойки, тройки были. И я всячески старался вообще никуда не выходить. И когда меня один раз учтенность спросила, Сережа, кем ты хочешь стать? Значит, я поднялся и сказал, а я хочу стать таксистом. А она говорит, ну это очень интересно, тоже нужная, важная профессия. Почему я такой выбор сделал? Значит, раньше не было агрегаторов такси, условно, когда мы там вызывали, и когда эти такси там конкурируют друг с другом, в том числе в ценовой политике. Таксисты были тогда очень, ну как мне казалось, обеспеченные люди. То есть, мы один раз с отцом ехали куда-то, на такси поехали, доехали, он достал 5 рублей. Дал это 5 советских рублей. И таксист достает такую огромную пачку денег, там, червонцы, там, 5 рублей, 3 рубля. Я такой, ничего, сколько денег, я тоже буду таксистом. Ну, не суждено, к сожалению, таксистом было стать. В итоге начинал я с радио, пришел на радио. Абсолютно случайно это все получилось. Ну, как я думал, случайно. На самом деле, конечно, все не случайно. Потом, когда я уже стал психологом, моя вторая постась, это кроме работы на селе, я практикующий психолог, я уже начал анализировать это все, как бы, а что, так, почему, и понимаю, что в нашей жизни все не случайно происходит. Есть некие установки, есть, ну, нельзя это назвать там судьбой нашей, да, но есть некие такие структуры в нашей психике, которые нас там куда-то направляют в определенную. Меня это вот, как бы, выбросило в мир медиа. И классно, и на самом деле классно. Я удовольствие получаю. Почему вы решили выбрать профессию телеведущего? Я, значит, ну, вот я сегодня тоже на мастер-классе вам расскажу про то, как у меня, значит, это все дело проходило. Значит, до 10 класса я вообще не выступал публично, не отвечал на уроки, ничего такого. Это было вообще не мое. То есть, если там, вот знаете, вот какие-нибудь там актеры известные или там телеведущие там рассказывают, да, вы знаете, я там с трех лет уже там в театре играл, да, я уже там с четырех лет уже в кино снимался, да, я уже там стихотворение рассказывал, там все, любил вот эту публичность. Это вот абсолютно не моя история. Значит, до 10 класса я всячески прятался, и дошло до того, что в 10 классе учительница по истории вызвала моего отца в школу. То есть, в 10 классе. Это как раз, когда уже, в принципе, на учеников уже учителя, ну, как бы, что выросло, то выросло. Но эта учительница какая-то была такая, ну, как бы, ответственная очень. Я ее, конечно, тогда очень возненавидел, что она вызвала моего отца, что они заставили меня выходить в это публичное поле, что нужно готовить доклады. Я помню, что первый доклад по истории я про Сталина подготовил на 45 минут, выступил, и мне неожиданно пятерку за него поставили. Я такой думаю, ну, слушайте, может это все-таки... И как-то стал вот в это, как бы, в публичном поле как-то себя больше проявлять, потом мне стало это нравиться, потом я открыл для себя караоке, стал записывать какие-то там радиопрограммы свои абсолютно, ну, это такие подкасты были. Тогда, ну, никто не знал, что такое подкасты, это я на двухкассетный магнитофон и записывал. Вот, но потом, правда, когда университет нужно было выбирать, я уже думал, собственно, ну, как бы, конечно, хотелось бы стать там радиоведущим, но куда идти, в какой университет, чтобы стать радиоведущим, непонятно. Это было в Ростове-на-Дону. И тогда я... А у меня была вторая, как бы, линия, куда можно пойти, это я хотел стать программистом. Я пошел в военный институт ракетных войск, там был факультет программирования как раз, очень классный, я туда пошел. Ну, правда, факультет расформировали, я на другой факультет пошел, и учился там до четвертого курса, но потом оттуда ушел, понял, что все-таки, ну, военным-то не мое, вот, надо в какой-то больше такой творческой стызе. Но, по крайней мере, в военном институте у меня было очень много возможностей на выступать публично, я еще был командиром отделения, стал, у меня было 10 человек в подчинениях, так выстраивал, и, ну, их воспитывал, мне надо было их воспитывать, чтобы они там подшивали воротнички, чтобы они чистили сапоги свои, вот, я проводил такие с ними беседы в этом отношении. Это очень такая забавная была, конечно, забавное время, очень классное, я с большой, с такой теплотой о нем вспоминаю. Вот, но я доучился до четвертого курса, ушел из военного института, и, собственно, стал думать, куда идти, и вдруг случайно увидел объявление местной телерадиокомпании, что объявляет конкурс на замещение вокальной должности ведущего информационных программ для радио, они искали тогда. Я пошел на этот конкурс, неожиданно его выиграл, там, 200 человек участвовало в этом конкурсе, меня выбрали случайно, ну, не знаю, чем-то понравился, не знаю, может быть, то, что я уже, как бы, записывал свою радиопрограмму, у меня был, как бы, такой свой опыт. Может быть, я ушел на этот конкурс, не особо рассчитывая, что выиграю, и поэтому был абсолютно так расслаблен, в абсолютно таком ресурсном состоянии, я пришел спокойно, провел собеседование, все очень как-то... Я туда шел просто, вот, мне интересно было посмотреть. А в итоге они мне сказали, ну, хорошо, мы тебя берем, завтра в 6 утра приезжаешь на радио, будешь вести прямой эфир. И это было, конечно... Ну, благодаря, там, определенной технике мне удалось, как бы, справиться, там, и с волнением. Я вам расскажу про эту технику. Что вы пожелаете, какие советы дадите нашей команде киностудии «Морганфильм», которая исполняется уже 16 лет, и ее преподавателю Александру Мазаеву? Значит, ну, я вам желаю... Желаю творить, развиваться и опираться на свое истинное «я». То есть, идти, ну, как бы, за своим реальным интересом. Вот, делать то, что вам интересно. Не сейчас, вот, рассчитывать на то, чтобы, вот, знаете, вот... Так, вот, сейчас я сделаю какой-нибудь продукт, видео, там, программу, чтобы она, там, понравилась всем. Самое главное, старайтесь сделать так, чтобы это вам самим нравилось. Вот это самое важное. Если вы будете на это опираться, будете опираться на свое истинное «я», и вы будете искренними, вы будете настоящими, и все будут видеть, что вы не притворяетесь, и это очень привлекает внимание. Не важно даже, какой уровень профессионализма, вот, не важно, какой опыт, но если вы вот это вот что-то настоящее несете, это намного привлекательнее, чем когда что-то люди из себя пытаются там изобразить. Вот, поэтому будьте собой, будьте настоящими, делайте то, что вам интересно. Хорошо. Расскажите про работу на телевидении. То есть, работа на телевидении, она очень такая многообразная. Что касается меня, то у меня вся работа связана с прямыми эфирами. То есть, всю жизнь, больше 20 лет я именно работаю в прямом эфире. И это очень большой драйв, это очень большое требует поначалу самоотдачи, но есть в этой работе возможность, не все ее для себя открывают, но есть возможность не только, как бы, нисколько тратить энергию на эти прямые эфиры, а сколько уже, как бы, заряжаться этим. Я сейчас, мне кажется, в той ситуации, надеюсь, что мое руководство не увидит это интервью, что я на работе не, так сказать, очень устаю, а наоборот, я приезжаю туда и заряжаюсь энергией. И вот, как бы, я вам могу эту технику тоже рассказать. Ну, уже это в формате мастер-класса. А сложно ли вести новости в прямом эфире? Как бы, и да, и нет. И да, и нет. То есть, вообще, если вот человек занимается какой-то деятельностью, какой-то своей там работой, и он понимает, что ему тяжело, что он преодолевает сопротивление, что ему там не хочется этим делать, ну вот надо, что это отнимает много энергии, вполне возможно, скорее всего, что человек не своим делом занимается. Если человек занимается своим делом, ему это не тяжело, ему даже вот когда какие-то тяжелые моменты, или там такие эфиры очень ответственные идут, ему это в удовольствие, это ему приносит энергии. Поэтому мне работа на телевидении, она дает энергии, дает ресурс, и, в общем, это такой драйв, это, ну, я получаю большое удовольствие. Поэтому, конечно, да, она требует затрат, там, физических, ну, как бы физическая энергия немножко там отнимается, психическая и так далее, но все равно я с этой работы получаю такой профит очень хороший, и, как бы, даже вот эти прямые эфиры можно рассматривать как такую некую практику, чтобы вообще, ну, такую, знаете, как бы жизненную трансформацию провести. То есть это очень, как бы, удобно. А есть ли у вас материалы, которыми вы гордитесь? Ну, значит, материалы, которыми я горжусь. Был очень хороший цикл у меня материалов, мы ездили, я когда был, работал, а сначала работал я корреспондентом полевым таким, то есть снимал репортажи, там, все, вот как бы. И у меня была очень классная серия репортажей, когда мы поехали в Иран, и это такая закрытая исламская страна, где очень запреты, где женщины, несмотря на то, что мусульманки, они не мусульманки, вот, допустим, вы бы приехали в Иран, и нужно было вам ходить в платке, то есть неважно, как бы, вот. Мужчинам тоже, допустим, нельзя в шортах ходить. Если ты идешь по улицам в шортах, то есть там такая корпус стражи исламской революции, басинджи, как их называются, вот, а они тебя остановят и возьмут краску, и тебе ноги просто закрасят вот краской, вот, чтобы ты не позорился и не смущал других. Ну, такие нормы ислама там и так далее. Ну, понятно, что мы это все знали, конечно, мы там в шортах не ходили, мы там, все, но, тем не менее, в Иране есть очень такая, так сказать, подпольная жизнь, подпольные вечеринки, подпольные, там, значит, веселья, нормальные люди живут, все, они просто это не показывают. И мы это вот все подполье сняли, вот, то есть индустрия развлечений, по-ирански, вот такое подпольное, все на скрытую камеру. Это, конечно, был очень большой дипломатический скандал после этих наших репортаж, но, тем не менее, такая была удача посмотреть, конечно, как эта страна живет реально, а не так, как демонстрирует. Неплохой репортаж был из Северной Кореи у меня, тоже мы там снимали, тоже такая очень закрытая страна, мы тоже что-то там такое нашли, что они не очень хотели показывать, но мы это показали. Вот, вот, наверное, вот эти такие классные. Ну и эфиры, эфиры, я бы не сказал, что вот какие-то конкретные, но бывают прям эфиры, настолько ты вот входишь в некое такое потоковое состояние, настолько ты какую-то правильную энергетику транслируешь, ты понимаешь, что ты людям не просто новости сообщаешь, но ты им даешь еще определенную энергию, определенный как бы настрой, какой-то такой ресурсный, такие вещи, что они смотрят, не только узнают новости, ну и там с утра им хочется там пойти на работу, что-то сделать такое классное, великое. Вот так вот. Сделайте репортаж про нас. Про вас можно сделать репортаж, у меня, смотрите, есть идея, я там хочу сделать мастер-класс по производству контента, и в рамках этого мастер-класса или тренинга сделать такую практику, чтобы, соответственно, мы во время этой практики сняли какой-то вот репортаж. Можно вот с вами сделать такое, сделаем репортаж про вас, прям, что называется, с колес, очень быстро. Угу. Смонтируем и выдадим его в эфир, прям, сразу же на мастер-классе. Вообще спасибо. С вами была Мирослава Пилипенко, это бесконечные новости, всем удачи, всем пока. Наша корреспондентка Алина сняла репортаж про кинопоказ, картины Сарика Андрея Асяна. «На солнце вдоль рядов кукурузы». Давайте посмотрим, как прошло мероприятие. Здравствуйте, сегодня мы находимся на показе фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы», где картины представляют сами создатели картин, продюсеры, операторы и актеры. Картина. Здравствуйте, расскажите про мероприятие. А, сейчас мы находимся на показе фильма Сарика Андрея Асяна «На солнце вдоль рядов кукурузы». Можете немного рассказать, если можете? Это фильм о подвиге нашего современника, героя России Дамири Юсупови. Этот фильм о том, как маленький мальчик мечтал стать летчиком, он встал через преграды и стал героем. Прикольно очень. Спасибо вам за такое интересное интервью. Здравствуйте. Добрый вечер. Можете немного рассказать про мероприятие? Ну, что, собственно говоря, про него рассказывать. Мы сейчас представим фильм. У вас будет возможность его посмотреть, задать какие-то вопросы представителям съемочной группы. Собственно говоря, в этом вся суть. Надеюсь, фильм понравится. Спасибо. Можете немного рассказать про фильм? В 2019 году самолет, управляемый пилотом Дамиром Юсуповым, поднялся с аэроводом Жуковский. Пролетел буквально несколько минут. И был посажен, так как столкнулся с стаичаек, отказали оба двигателя, был посажен пилотами в кукурузное поле. При этом 230 человек на борту, никто не пострадал. Все остались живы. Ну, собственно говоря, вот эта вот история легла в основу фильма. Ну, так как из двух минут полета невозможно сделать кино, поэтому это кино еще немного про пассажиров, которые находились на борту, и это кино про путь, который прошел главный герой до того, чтобы стать летчиком и, собственно говоря, спасти этих людей, выполнять свою работу. Спасибо вам за такое интересное интервью. Пожалуйста. Здравствуй. Привет. Можешь немного рассказать о фильме? Так, ну, этот фильм не как о том, что как о полете, так и о мечте, что нужно всегда добиваться в свои мечты, несмотря ни на что. Ну, и также о героизме, ну, так сказать, о том мире, что он смог посадить самолет в такую сложную ситуацию. Можешь немного рассказать про мероприятие? Которое сейчас? Да. Ну, это показ фильма, вот, нас вот удалю за кукурузы. Ну, в принципе, все. Спасибо за интересное интервью такое. Не дошло. Привет. Привет. Можно у тебя спросить про фильм что-нибудь? Можешь что-нибудь рассказать? Ну, я хочу рассказать то, что этот фильм, ну, вот, на реальных событиях, и мне нравятся вот фильмы на реальных событиях. А этот фильм не только как бы, ну, на реальных, он еще как бы блокбастер, и мне вот нравится, и этот фильм, он самый, почти, можно сказать, самая лучшая моя роль, вот, вот этот фильм. И еще я хочу сказать то, что вот людям надо идти за мечтой и мечтать, например, в 6 лет, может быть, в 30, в 20, там, с чем-то. И пусть они мечтают и идут за мечтой всегда, и все исполнится, и все будет классно. А кем ты хочешь стать в будущем? В будущем я хочу стать актером, чтобы меня все узнавали, чтобы, вот, у меня было много проектов. В общем, вот так. Я тоже хочу стать актером, потому что нравится. Спасибо тебе большое за такой интересный фильм. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А можете, пожалуйста, немного рассказать про мероприятие? Ну, это просмотр фильма, очень доброго, душевного, я считаю, патриотического, который рассказывает нам о том, что, как мальчик шел к своей мечте, и эта мечта сбылась. Можете немного про фильмы рассказать? В общих чертах это очень добрая история о том, что не нужно бояться мечтать, не нужно бояться своих желаний, они, как правило, имеют свойство сбываться. Здесь маленький мальчик мечтал стать пилотом, и через тернии, через всякие преграды он достиг своей цели и стал настоящим героем. Спасибо вам за такой интересный фильм. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо вам за такой очень классный фильм. Мне он очень понравился. Я уже у некоторых взяла интервью. Меня зовут Алина Кожухова. Мы ведем программу «Бесконечные новости». И я половину взяла, четверо не взяла. Кто сможет, можете, пожалуйста, потом подойти ко мне? Обязательно. Спасибо большое. Мне очень понравился. Он, можно сказать, очень дорожит этим, можно сказать так. И мне понравилось, когда самолет посадили, потому что это очень волнованно, потому что тяжело самолет сажать. Спасибо еще раз. Да, людей легче. Спасибо очень. Мне очень понравился фильм. Спасибо. 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 Мероприятие прошло отлично. Алина Кожухова, Александр Мазаев для шоу «Бесконечные новости». А прямо сейчас репортаж корреспондентки Мирослава про творческую встречу с ведущим Первого канала Сергеем Тугушевым, которая прошла в библиотеке номер 7. Смотрим. Здравствуйте. Сегодня в библиотеке номер 7 прошла творческая встреча с ведущим Первого канала Сергеем Тугушевым, где Сергей рассказал о своем творчестве. Так, ну смотрите, у нас урок идет в рамках Академии Лидерства. Это такая структура, которая входит в Россию, страну возможностей, есть такая автономная некоммерческая организация, клуб «Эльбрус». И вот участники этого клуба «Эльбрус» — это победители и финалисты конкурса «Лидеры России». Это, значит, конкурс управленцев, и, может быть, слышали про такой конкурс. Значит, и, значит, история успеха «Моя профессия». Смотрите, ну я Сергей Тугушев, я ведущий Первого канала. Помимо того, что работаю я на телевидении, я еще практикующий психолог. Закончил вышку, вот сейчас там считается такой лучший психфак в стране. Поэтому, если кто думает, вот, психология, то, соответственно, вышка. Суперфиналист первого сезона «Лидеров России». Три раза пробежал московский марафон, 42 километра. Вот такое спортивное достижение, которым я горжусь. Дыхание по квадрату. Можно эту практику, сейчас я вам покажу, использовать не только при публичных выступлениях, но вообще в любой ситуации, когда вот какая-то тревога, какой-то страх. Как быстро снизить это? Значит, смотрите. Делаете четыре глубоких вдоха. Наполняете воздухом все легкие, там, живот, мысленно голову наполняете, мысленно, что как будто она тоже все заполнили, все. Задержали дыхание. И считаете медленно до восьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом четыре выдоха. Выдохнули. Опять задержали дыхание. Считаете до восьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом опять четыре глубоких вдоха. Наполнили всего себя. Потом задержали. Считаете до восьми. Короче говоря, таких циклов нужно сделать, ну, два-три цикла сделайте. Процентов пятьдесят тревоги уйдет моментально. Самопрезентация. То есть, в принципе, на всех тренингах, там, по публичным выступлениям, есть самопрезентация. То есть, когда человек выходит, должен за минуту о себе рассказать. Здравствуйте, я Сергей Тугушев. Я ведущий новостей на Первом канале. Помимо этого, я работаю психологом, работаю индивидуально, работаю с группами. Вот. Ну, еще что-нибудь там о себе там рассказали в течение минуты. Но мы сейчас с вами давайте, знаете, какую сделаем? Немножечко необычную самопрезентацию. Вы о себе будете рассказывать в третьем лице. Знаете, что в третьем лице? То есть, смотрите, вы как бы вы телеведущие и представляете самого себя. То есть, как бы я это сделал, вот если бы я делал эту практику? Вам нужно записать начало программы. То есть, я говорю, здравствуйте, в эфире программа «Встреча с интересным человеком». И сегодня у меня в гостях Сергей Тугушев. Вот, понимаете? То есть, я в данный момент не Сергей Тугушев, я как бы некий телеведущий, который представляет самого себя. То есть, вы должны сами себя представить. Поняли, да? И смотрите, как бы, что мы должны рассказать о себе. То есть, должны сказать «Здравствуйте, в эфире программа». Придумайте название этой программы. Сегодня у нас в гостях, да, можно там, какую угодно, там, можешь сказать, музыкальная программа у нас сегодня. Может быть, там, не знаю, криминальная программа, не знаю, спортивная программа. Любую можете, любую. Ну, главное, чтобы это как-то связано было с вами. Здравствуйте, в эфире программа «Придумали». Здесь сегодня у нас в гостях, представляете как бы самого себя, ну, как вот у нас в гостях. И потом рассказываете про себя, ну, кто этот гость, да. Что сегодня у нас в гостях, там, там, Валентин Иванов. Он, значит, ученик, там, седьмого класса такой-то школы. Значит, также, ну, что-то как бы, вот, привычную какую-то описываете его роль про то, что все знают. Вот. Три-четыре предложения буквально. Потом следующий пункт. Вы рассказываете то, о чем мало кто знает. Может быть, о своем каком-то хобби. Главное тоже, не меньше трех предложений. Вот. О каком-то своем увлечении, каком-то хобби. Может быть, про то, которое никто не знает. Если у вас нет хобби, можете сказать, ну, мы учимся с утра до вечера, у нас никаких хобби нет, нам очень тяжело, как бы все, вот, мы сейчас сидим, засыпаем тоже все. Вот. Тогда придумайте какое-то хобби для самопрезентации. Но главное, чтобы это то, чем вы хотели бы заниматься. И в конце ответ на интересный вопрос. Что это такое ответ на интересный вопрос? Это как бы мы какую-то интригу подбрасываем, чтобы люди посмотрели эту программу. Ну, к примеру, я там вот сейчас симпровизирую. Я про себя говорю. Здравствуйте. В эфире программа «Встреча с великим человеком, с великими людьми». Сегодня у нас в гостях Сергей Тугушев. Привычная роль. Все его знают как ведущего новостей. Он также психолог, работает там индивидуально и с группами. Но сегодня мы с ним встречаемся не по этому поводу. Оказывается, Сергей Тугушев, он крупнейший в России коллекционер деревянных черепах. У него в коллекции 5000 деревянных черепах. И сегодня он нам расскажет, он нам расскажет, как с помощью черепах люди могут увеличить свою продолжительность жизни до 150 лет. Вот, смотрите, не переключайтесь. Окей? Сделаем такую практику? Давайте. Давайте. Здравствуйте. В программе «Давай поженимся». Шупер, да. Сегодня у нас в гостях Дива Масленников. Не-не-не, ты себя представляешь. Сегодня в гостях ты, ты про себя рассказываешь. Как тебя на самом деле зовут, фамилия? Алина Кожикова. Я не знаю, что четырехлых. Привычная роль, как бы. Кто ты, кто ты, чем ты занимаешься? Я там учусь в школе, да, там. Я учусь в школе, я играю на гитаре, занимаюсь пенинг, провожу день. Какое у тебя необычное хобби есть? Я бы хотела в будущем стать гонщицей. О, интересно. На чем гонять именно ты хотела бы? На машинах, любую. Это Формула-1 или это вот там вот погрязи, такие баги, знаешь, гоняют? Любые. Любые, да? То есть тебя что, прям скорость привлекает? Да. А ты гоняла уже когда-нибудь? Я каталась на... Ну, мне... Ну, сейчас... Мне было 8 лет, папа дал мне попробовать покататься на машине. Мне понравилось. И где-то уже в 10 лет я подружилась с одним другом. Мы с ним дружим уже 2 года, и он мне в первый раз дал покататься на квадроцикле. О, класс. Начало все было нормально, только потом мне собора врезалась. Егоня. Ну, все, обошлась нормально еще. Вот. И мне больше всего понравились там машины, все интересное, скорость прикольная. Мне это нравилось больше всего. Прикольно, спасибо. Давайте похлопаем. Молодец, молодец. Встреча прошла замечательно. Вирослава Пилипенко, Александр Мазаев, Бесконечные новости. Корреспондентки нашей передачи подготовили репортаж, который очень просили показать в выпуске. Ну, давайте посмотрим. Привет, вы смотрите Бесконечные новости. Я для вас приготовила маленькую интервью о нас и рассказали, как мы сюда попали и что мы делали. Мы погнали. Здравствуйте, меня зовут Олена Кожухова, это Сагитова Садия. Сегодня мы хотим рассказать о себе, почему мы решили сниматься здесь, в Бесконечных новостях, и за что, и почему нам нравится, и мы даже иногда получали медали. Что, давайте начнем с Сагитовой Садии, она немного о себе расскажет. Погнали. Мне 11 лет, мне понравились Бесконечные новости, потому что тут весело, здесь можно развлечься, и здесь прикольно сниматься. Здравствуйте, меня зовут Олена Кожухова. Почему я решила здесь сниматься? Мне первый раз я снималась здесь, в четвертом классе. Мне предложили снять ТикТок. Мне понравилось. И уже где-то с четвертого класса я уже немного вступила в этот кружок Бесконечные новости. И уже я сейчас в пятом классе, и уже где-то в сентябре я начала здесь снимать всякие видео. Самое первое, куда меня взяли на роль, это мы сначала пошли к бабочкам в Королев. Я пошла со своей подругой-одноклассницей. Вот. И самое тяжелое, когда я в первый раз поехала в Москву, мы должны там были с актером сняться. Вот. Мы брали интервью. Кстати, мы уже это на канале выставили, можете даже посмотреть. Так, мне 12 лет. И мне здесь нравится, потому что здесь весело. Я ходила много куда, на кружков. И там не так было интересно. А здесь очень красиво, прикольно. И мы ездим... Мы ездим брать интервью всякие. Мы даже у некоторых брали интервью популярных блогеров. Вот. И мы вчера, совершенно вчера, мы взяли у кое-кого интервью. И если сможем, мы оставим ссылку закрепленной. Пожалуйста, поставьте лайки. Мы хотим 2000 подписчиков добить на бесконечные новостях. Нам осталось чуть-чуть. Поможем? Ну так, с вами была Алина Кожихова. Садитова Садия. И всем пока-пока. На этом у меня все. С вами была Анастасия Попотико. Подписывайтесь на нас. И увидимся на канале Morgan Field в это же время. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok